МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы считаете самыми интересными, самыми актуальными? Понятно, народный хурал вошел в привычку не завершать свои сессии и спотыкаться на кадровых вопросах, но, наверное, это нормально. Потому что все-таки выбирают не на руководящей должности, и этот выбор должен быть здравым и принятым со всей ответственностью. Но это, пожалуй, единственный случай, когда бы я посоветовал народному хуралу перенять опыт уландынского городского совета, где кадровые вопросы решаются легко, без выноса на общественность. Поэтому там люди занимают свои должности, и зачастую избиратели, жители города Уландыя не всегда понимают, по каким причинам выбран тот или иной чиновник на ту или иную должность. В данном случае, видимо, регламент обязывает все-таки обсуждать кандидатуру в народном хурале, и вот мы являемся свидетелями этих обсуждений. И в очередной раз стали свидетелями с понедельника, и сегодняшний день, во вторник, тоже выбирали заместителя председателя народного хурала, а вчера избирали председателя бюджетного комитета народного хурала. Итоги сейчас уже известны, люди, наверное, уже знают. Ну вот как вам новый председатель комитета по бюджету и финансам? Ну как, я его не знаю. Вот фамилия Цибигмитов мне ни о чем не говорит. Чтобы с ним познакомиться, мне пришлось прогуглить эту фамилию. И выяснилось, что он социальщик больше, руководил школами, социальными вопросами в Мухаршебинском районе. Ну и вот закончил кадровую службу, кадровое обучение в администрации, при администрации президента Российской Федерации. Ну, наверное, все это чиновники прошли такую школу. И вот сегодня он глава бюджетного комитета, и причем непонятно, почему с его послужным списком его уместнее было видеть председателем комитета по социальной политике, ну, либо другого, но никак не бюджетного. И он даже сам дал повод сомневаться в его компетенции, когда сказал, что ему, по его словам, понятно, что он от А до Я не понимает всего бюджетного процесса, поэтому рассчитывает на поддержку его коллег в принятии тех или иных решений. Но это, мне кажется, все-таки несерьезный подход. Это хуральский, образно говоря, министр финансов, который не разбирается в бюджетном процессе, в какой-то части бюджетного процесса не разбирается, в какой именно части бюджетного процесса он не разбирается, он не уточнил, а может быть, даже самый ответственный, от которой зависит, ну, того, как мы вообще будем жить в следующем и последующем годах. Тем более, выборы председателя бюджетного комитета состоялись накануне утверждения и обсуждения бюджета 2016 года, который ожидается тяжелым. Вот. Ну, вот и эти выборы не обошлись без скандала. Второй кандидат, Виктор Юшеев, просто как-то получилось, что обнаружился компромат. На него, да, озвученный. Как реагировали депутаты? Ну, депутаты, конечно, реагировали, ну, кто-то весело, может быть, кто-то открыл рот от удивления. Для меня это тоже показалось очень странным. Первый раз подобная откровенность прозвучала в стенах народного хурала. Обычно компроматы публикуются в газетах, да, под псевдонимами. А тут вот так вот открыто было сказано, что Виктор Юшеев обладает некоторой тонкостью в моральных качествах, которая не позволяет ему возглавить этот бюджетный комитет. Ну, речь идет о каких-то, возможно, намеках на откаты, взятки и прочее, прочее. Это, конечно, существенные замечания, высказанные депутатом Матвеем Бадановым в адресу Юшеева. Сегодня уже до меня доходят новости о том, что то, что сказано было с трибуны сессии, не соответствует действительности. Я думаю, эти депутаты разберутся. Эта история лишний раз подказывает говорить о том, насколько сильна сегодня было соперничество за обладанием вот этим креслом председателя комитета по бюджету. Но оно и понятно, потому что Цибигмитов, избранный председателем комитета по бюджету, это человек нашего нового спикера, Цирена Доржиева. Он входит в его команду, всегда входил. И поэтому его избрание было прогнозируемым и ожидаемым. Об этом, в частности, не дали как два номера тому назад, точнее номер тому назад, московского комсомольца. Мы писали об этом. И вот наш прогноз сбылся. Ну вот депутаты не смогли выбрать вице-спикера, да? Кандидаты у нас Гармая, Степан Владимирович Коломауков и Вячеслав Ирильдеев. Почему все-таки не выбрали вице-спикера? Как вы считаете, кандидаты достойные? Ну, кандидаты, наверное, достойные. Я не хочу обсуждать качество этих людей. Возможно, они достойные. Я-то хочу сказать о том, что эта проблема с выбором возникла из-за того, что депутат Народного хорала до конца не понимает, зачем вообще должность заместителя Народного хорала нужна. Были даже предложения отказаться от нее, поскольку вторая должность зама, председателя Народного хорала, она возникла на спекулятивных моментах еще несколько лет тому назад, когда нужно было отдать должность человеку другой национальности, так условно говоря. И вот она возникла, эта должность, хотя она и не нужна, собственно. Поэтому такая сложность в избрании. Просто кому-то, какому-то человеку хотят сделать хорошо, поставить его на такую праздничную должность зам. пред. Народного хорала, а это, значит, и машина персональная, и кабинет персональный, и водитель персональный, и секретарь персональный, и советник, и помощник, и зарплата очень такая хорошая, ну и, соответственно, пенсион. Естественно, возникает вопрос, что каждый из претендентов на эту должность, тоже каждый из них хороший человек, да, почему бы не порулить, да, в такой ситуации. Любой бы согласился, правильно? Поэтому у них такие трения и возникают по поводу избрания. Я бы сказал, что эту должность они могут не заполнить очень долго еще. То есть каждый день, или каждую сессию могут выносить этот вопрос и заниматься обсуждением кандидатур, как планерка, так сказать, разминка перед настоящей работой. Но это превращает эту деятельность по избранию зампреда в очередной цирк, на мой взгляд. Соответственно, кандидаты могут появляться и также исчезать. Да, мы сегодня были свидетелем появления третьего кандидата, вчера было их два. Вот это как колода карт может тусоваться бесконечно, потому что это всегда результат каких-то тесных решений, подковерных интриг, ну и коридорных интриг. Ну вот на ваш взгляд, кадровые вопросы почему выходят на первый план, когда есть и более существенный, например, тоже бюджет и социальная тема? Вот этот вопрос я бы тоже хотел задать депутатам Народного хурала, почему кадровые вопросы в последнее время выходят на первый план. Ну, есть у них обязанность занять эти кресла. Вот они и должны их обсуждать. Ну что сделаешь? Рано или поздно они все равно к ним вернутся, не сегодня, так завтра. Поэтому лучше уж, мне кажется, решить сразу и приступить к плодотворной работе, которую сегодня все ожидают, Народного хурала, все избиратели ожидают. Тем более год такой сложный, как я уже говорил, и люди знают, что он будет сложным. Нужна и нормальная плодотворная работа, в том числе и бюджетного комитета. Ну что касается Вячеслава Ерельдеева, он был одним из претендентов на пост в спикерах Урала. То есть он свою кандидатуру снял, может быть, он выдвигает ее на пост вице-спикера именно по этой причине, что, может быть, ему что-то обещали. Там ему не досталось хотя бы вот должность зама. Ну, мне кажется, это не очень хорошо для человека, который вчера претендовал быть первым лицом, а сегодня не прочь поучаствовать и в борьбе за второе кресло. Я бы, например, не знаю, не стал бы даже ничего говорить по этому поводу. Вот моя точка зрения, что это не очень хорошо. Но он же ушел не просто так, может быть? Тем более, если не просто так, если не по своему желанию, а по каким-то соображениям, клановых интересов. Тем более, это не красит человека, на мой взгляд. Ну, вот клановые интересы, может быть, какие-то группировки, какие-то в Хурале, кто кого продвигает, кто кого выдвигает? Мы уже писали о том, что сегодня существуют две такие группировки, условно говоря, Мухашибирская, там называемая по имени главы администрации, главы Бурятии, это Носкова по имени Цирина Доржиева, припукнувшим к ним бурят из других регионов, из других районов республики. И вторая группировка, это Голковская группировка. Вот об этом недавно как раз обсуждалось на канале АТВ. В одной из ваших программ, очень активно, гость студии вашей, Леонид Турбянов, депутат народного хурала, подверг сомнению вот этот такой раздел, который мы сделали. Но тем не менее, сегодня, поскольку Цибигмитова избрали председателем бюджетного комитета, а это человек Носкова-Цирина Доржиева, значит, мы оказались правы. Есть группы Голковцев, которые также имеют какое-то определенное влияние в народном хурале, что показали вот выборы, что показало решение вопроса по наименованию мэра Улан-Де. Как вы знаете, эти голоса разделились почти поровну. Условно говоря, Голковцы одержали первую победу, то есть наименование мэра у Александра Голкова останется, поскольку у той части депутатов, в частности Бато-Семенова, и же с ним примкнувших к клану Носкова, условно говоря, не получилось с первого раза этот вопрос провести до решения. Понятно. Ну а конкретно Степан Колмыков, который тоже совсем недавно выдал свою кандидатуру на пост вице-спикера, при чьей поддержке он выходит в эту борьбу? Вы знаете, мне не понять, как при чьей поддержке в данной ситуации Степан Колмыков вступил в борьбу за пост спикера народного, заместителя спикера народного хурала? Я не знаю, честное слово, потому что, ну просто ему понравилось это место, может быть. Как, наверное, любому другому депутату, у которого он сегодня же является пенсионером, он уже не является ректором БГУ, у него куча свободного времени, почему бы не сесть в должность заместителя и представителя народного хурала и достойно, так сказать, завершить карьеру? Вот мотивы, человеческие мотивы тоже нельзя исключать. У нас не только клановые какие-то есть мотивы, есть и просто человеческие амбиции. И вот они налицо. Давайте поговорим о самом спикере народного хурала, его тоже выбрали совсем недавно. А на ваш взгляд, насколько он самостоятелен в своем кресле, и вот как вот прошла вот эта первая сессия под его руководством? Ну, должен сказать, что учитывая вот этот бардак, Чехарду с избранием, влияние Циренда Жеева как бы не чувствовалось. Потому что этот же бардак, та же Чехарда была и при Гершевич. Насколько он самостоятелен? Не так давно Вячеслав Наговицын, глава Бурятии, сказал, что он считает Цирена Доржеева одним из самых лучших и сильнейших специалистов в народном хурале по вопросам, связанным, наверное, как руководителя бюджетного комитета, как вообще руководителя, с большим человеком, с большим опытом. Он же работал главой районной администрации, пришел фактически на высшую должность законодательных органов власти с земли, с низов. Но, может быть, он и прав. И, скорее всего, он прав, что он довольно сильный кандидат, и мы его в результате, в конце концов, видим, сейчас он занимает должность спикер. Левый человек без каких-то способностей, талантов, вряд ли бы занял ее. Вот как он поведет себя в дальнейшем, это покажет время. Но пока он принимает решение, то есть, пока происходит то, что выгодно циренодоржи. Вот Цибигмитов это его человек. Он получил своего человека в бюджетном комитете. А это едва ли не самый главный сегодня в народном хурале комитет, где решаются вопросы всего строительства, развития, финансирования, школ, садов и так далее, и тому подобное. Именно там принимается решение о выделении денег на тот или иной на тот или иной проект на местах в Ланде, в районах, где принимается решение о выделении средств на персональные автомобили. В общем, это деньги. Это деньги. Это деньги. И этим все сказано. Он сидит... Станислав, спасибо большое. Наше время подходит к концу. Наверное, на этой ноте мы закончим. Большое спасибо, Станислав, что вы были сегодня у нас в гостях. Редактор субтитров А.Семкин